всем добрый вечер или уже ночь у кого как и так дорогие друзья особых декораций не будет потому что последнее время очень устаю очень много дел как видите несколько дней особо не снимаю ничего потому что много работы нужно завершить только потом заняться уже как говорят сначала дело потом удовольствие а встреча со зрителем у меня удовольствие я именно потому стараюсь скажем так ограничить консультации свои не за всех берусь для того чтобы у меня оставалось время думать и о вечном и о своем имени и о своих книгах и о том что я оставлю миру и людям потому что мои работы мои консультации они собственно говоря только для меня они оплачиваются для меня это приносит мне прибыль да но из так мягко говоря от своей работы от своего труда а вот лекции книги и прочее они остаются людям это дар миру вот поэтому я предпочитаю все-таки поменьше брать себе и побольше давать народу обеспечиваю себе так сказать вечность чем больше помнят человека и благодарят за то что человек оставил тем больше энергии силы идет его душе туда чем больше проклинают человека за злой и злые деяния тем больше груза на его душу тем тяжелее ему уйти на покой и поэтому он остается непрекаянным между мирами а для души это практически физические мучения я об этом говорила и вы об этом знаете именно поэтому как мудрый человек обеспечиваю благословение себе и своему потомству больше отдавая нежели получая распределяю свое время так чтобы взять не за каждого человека а иметь возможность дать чистки и дать ритуалы на удачу и прочее огромному количеству людей понимать то есть одним махом помочь многим тысячам людям это важнее хотя крадут мои работы вот сегодня еще одну увидела ну так интересно да вообще можно взять чужой труд просто и на на почве моих работ пытаться развивать свой канал не понимая что эти каналы потом сносятся да ну всегда были талантливые люди всегда были воры которые присваивали эти таланты себе пытались по крайней мере не будем отвлекаться итак дорогие друзья сегодня я хочу подарить вам скоропомощники на грузинском языке казалось бы какой смысл на разных языках давать скоропомощники вот есть на русском языке как бы достаточно а вот нет вы знаете мы не знаем ну свою генетику не все знают по крайней мере я знаю свою генетику я генетически вообще происхожу от парфянского рода как нибудь как нибудь сниму об этом и расскажу я рассказывала но не хочется чтобы было бахвальство просто откройте посмотрите комсараканы кто они были вы поймете мою генетику и я генетически оттуда тотем нашего рода лев хотя лев да он водился за кавказе правда много тысяч лет назад но с того времени как формировалась династия моих предков львов на кавказе и за кавказе уже не было климат изменился и их истребляли собственно говоря но на гербе моего рода остался лев с малых лет мне снятся львы у меня строение головы парфянское такое долговато длинное считается что такие люди обладают большими знаниями мозг большой кроме того есть у нас есть на армянском языке такое выражение партэвагасак что в переводе означает парфянский рост это сто пятьдесят пять сантиметров сто шестьдесят вот это среднего роста люди но они крепкие если кто видел во время вождения мои руки у меня мускулистые руки на самом деле у меня я всю жизнь пыталась но это нереально оно не худеет это мускулы это видимо просто в прошлом спортивное прошлое дает о себе знать это мускулистые телосложения и много чего иное в общем парфянский тип естественно уже арменизировались естественно я считаю себя армянкой вообще мне не нравится слово армянка армянинка наверное так правильно не наверное так и есть до восемнадцатого века были армянины даже до девятнадцатого начало девятнадцатого века а потом поменяли армянка неправильно армянин армянинка надо вести обратно это название потому что так должно быть и вот я к тому что например мне подходят ритуалы вуду они очень сильно работают лично у меня и я предпочитаю иногда делать через вуду потому что оно быстрее работает у меня почему потому что у меня парфянские корни парфия находилась между персидским заливом африкой обхватывала и африканские страны когда парфянские цари были сильные завоевывали парфянская держава держалась очень долго потом распалась нынешний пакистан иран и так далее вот это даже одно время до судана доходили завоевания парфянских царей парфянские цари аршакиды например правили потом в армении от аршакидов произошли комсараканы и прочее сейчас не будем углубляться но вот мне это подходит потому что предки мои по крови оттуда и вот именно поэтому я даю различные ритуалы различные работы потому как мы все генетически разные кто-то происходит от крестьянского рода кто-то идет от благородных понимаете слова ключи язык тип языка обращение вот кому-то это не подходит а кому-то вот это вообще подошло и именно поэтому я даю на различных языках и на различных культурах взяты из различных этносов работы чтобы каждому человеку мои работы помогали не однообразно вот это вот вот по одной линии гнуть и все тут подходит нет неважно отдать столько различных работ чтобы вот это не подходит а вот это подходит вот почему я даю столько различных работ потому что мы не знаем свою генетику до конца свою кровь понимаете смотришь Иван Иванович Петров а по носу по виду грузин натуральный а почему так а потому что отец воевал здесь сошелся с женщиной потом там родственники упали в оборот позвонили дали депеши мать умерла все плохо он приехал его сразу схватили в оборот взяли женили и не пустили обратно а ребенок здесь родился понимаете был воно а мать разозлилась на отца взяла написала на своего нового мужа вот он и получился Иван Иванович Петров а на самом деле он может быть Валико Суликоевич я не знаю Долидзе и вот когда он берет и делает ритуал на грузинском языке это его генетика у него срабатывает я думаю что вы все поняли Россия она очень многогранная страна и здесь народ именно потому красивый и талантливый потому что генетически очень много крови перемешано когда Карамзин говорил каждый русский глядя на себя в зеркало видит либо еврея либо татарина либо варяга либо еще кого-нибудь и он где-то был прав она развивается по материнской линии понимаете вот мать как назвала ребенка он им и является хотя евреи определяют национальность по матери но здесь развивается по материнской линии только женщина знает от кого родила один русский может похож на чеченца другой русский может похож на армянина третий русский может похож на еврея но они все русские они продолжают русский генофон и русскую нацию а как вы хотели это огромная страна огромная территория смотрите печенеги хазары если юг посмотрим России там вообще не найдешь днем с огнем русского именно исконно русского казаки откуда формировались черкесы чеченцы кавказский другой этнос тюрки русские вот казаки вояки у них же даже есть как бы в языке тюркские элементы а тот же самый атаман что такое мой отец наш отец ата отец поэтому искать исконно чтобы вот было вот вот наше уже давно нет самая чистая нация вообще в мире признана признана и то 30 процентов чистоты осталось всего лишь знаете кто осетины вот это единственная нация где 30 процентов осталось генетики своей все остальное перемешалось когда говорят конец света дорогие друзья конец света не воспринимайте буквально что мир рухнул и все конец всех устоев народы слились воедино и интернет появился и начали общаться международных праков стало много межрелигиозных праков стало много когда раньше этого не было вот сошлись слились воедино закончился старый век тот свет который мы знали его больше нет а теперь приступим к ритуалу вы знаете прекрасно что у меня очень нежное отношение Грузии потому что я родилась потому что там мои родственники до сих пор живут и потому что Грузия это древняя страна с традициями с хорошими достойными людьми работящими людьми невзирая на всякие политические трения народ есть народ люди есть люди везде они одинаково живут есть везде хорошие подонки и достойные личности поэтому для меня Грузия это мое детство это моя малая родина там где я родилась когда-то некогда было армянское княжество но потом кажется в 18 веке оно перешло в сторону Грузии то есть это гардманское княжество которое сейчас называется гардабани а было гардман гугарк и если кто изучал историю Армении может быть Саакс Эвада известный князь который был ослеплен своим зятем ашотом железным вот он был князь вот этой области гардмана эта область перетерпела очень много страшных событий в частности там где я родилась этот район назывался Больнисси Больнисский район Боли что означает все забыла дым потому что когда Шахабас напал на эти места он все это сжег и население угнал в плен и вот стоял дым от огня от костров пожарищей вот это место так и называется Больнисси рядом есть маленькое селение так городского типа называется Квеши на скале находится башня построена времен Тамары рядом с нами находится город Казретти что вообще это персидское название в переводе Аль-Хазрет когда-то там восседал принц Мухаммед Аль-Хазрет и вот это место называется Хазрет благочестивый или уважаемый то есть благороднейший в селении где я родилась протекает река Маша Вера так и называется Маша Вера а почему потому что во времена нашествия Шаха Аббаса две русские девушки дочери священника Луки Мария и Вера бросились в эту реку и утонули чтоб не достаться персам очень насыщенная история там пещеры первобытные остались останки уже как бы развалины храмов армяно-грузинская культура там в основном в этой местности потому что армяне исконные жители там хотя после 15-го года греки и армяне вот поселились там и как раз вот Козрете именно греческое вот греческий такой город потом стали уезжать к сожалению экономические проблемы и грузины начали уезжать язык артлийский и знаете вообще грузинская история если честно до конца не изучена если об армянской истории мы очень много знаем и прям по периоду можно как бы расставить грузинская история до конца она не изучена как ни странно один из великих и более известных историков Муровель Леонти который написал о кавказских народностях о восьми братьев которые как бы основали Грузию нет Кавказ извиняюсь старший был Гайос кто этнарх армян второй брат был Картлос этнарх грузин вообще само название Картвели и так далее но до конца грузинская история не изучена хотелось бы чтобы ее получше изучили потому что там есть очень много нужного и полезного в основном она изучена времен Тамары времен царя Аллаша Георгии то есть вот самые такие Давида строителя самые такие моменты славы грузинского оружия оно изучено а все остальное почему-то вот во тьме так четкости ясности нет итак вот эти скоропомощники на грузинском языке это все мною выявлено выявлено из этнической литературы старых старых истоков хочу вам сказать выражения которые в основном использовали люди при опасности при страхе когда боялись смерти когда было какое-то дурное предчувствие когда хотели навязать свою волю и так далее и так далее весьма интересные вещи и грузинский язык он очень такой могущественно сильный хочу вам сказать потому что на грузинском языке вот например я давала ритуал победы на грузинском языке волчья матерь они такие знаете достаточно сильные работы и очень быстро получились у людей которые их сделали провели и так при опасности вот вы идете и чувствуете там сзади кто-то идет и какое-то неприятное ощущение или вы ходите из дома чтобы ничего с вами не случилось если вы предчувствуете какую-то опасность я еще продолжу конечно эти скоропомощники так пока по чуть-чуть буду дарить и говорите следующие слова эти слова потом будут под роликом терпение пожалуйста не пишите где слова и чего кто напишет окажется в черном списке потому что это не уважение надо иметь терпение и уважение никто не обязан бегом писать говорим эти слова столько раз пока вы не успокоитесь не аминь а аминь желательно как на грузинский лад еще раз при опасности если смертельная опасность чувствуете что вот что-то такое случится или драка происходит и вы там присутствуете и боитесь чтобы кто-нибудь кого-нибудь не пырнул ножом в общем при смертельной опасности при очень такой страшной опасности шави шавзе квави квавзе ну не буду читать грузинскими звуками да словами иначе вы не произнесете хави вы не скажете шави шавзе квави квавзе цуди сакме пороти ставзе эгрейкос еще раз шави шавзе квави квавзе цуди сакме пороти ставзе эгрейкос чтобы ребенок уснул успокоить ребенка или снять страх ребенка если боится спать в темноте вообще не хочет капризничает читайте поглаживая ребенка или просто качая ребенка прочитайте через некоторое время он уснет ну читайте столько раз сколько нужно чтобы ребенок успокоился кстати эти скоропомощники не ограничены сколько раз читать читать столько раз сколько надо чтобы вам стало легче крюблеби тэби дахурес чэмишвили и дзинэпс дальше чтобы понравится идете куда-нибудь навстречу там устроиться на работу и так далее и так далее значит шепоток с соли в воду читайте раз шесть и умывайте лицо после этого можете наложить макияж делать все что вам надо если у вас дурные мысли предчувствия или вы узнали плохую новость или у вас сын куда-то поехал там разбираться потом узнали что там какие-то разборки должны быть в общем что-то плохое может случиться отвести беду если у вас страх смерти если у вас ощущение что дома что-то нехорошее случится откройте окно и читайте глядя на небо читайте столько раз сколько в вашем доме людей вот сколько членов семьи столько и читайте даже если вы не вместе живете аминь чтобы было как вы хотите вот вы куда-то идете там ну чтобы вот вас послушали сделали как вы хотите или если к вам с проверками идут ну в общем обезопасить себя и навязать свою волю перед тем как выйти из дома держите за косяк вот двери рукой и говорите шесть раз а потом идите ничего с вами не будет на работе точно так же перед тем как выйти из кабинета точно так же шесть раз прочитали и вышли если даже собирались вас уволить этого не случится аминь еще раз если муж начал дома скандалить если кто-то скандалит вообще успокоить скандалиста тихо для себя шепчите можете зайти в ванную руки как будто моете сказать несколько раз пока он замолчит а он замолчит а потом зайти обратно аминь итак дорогие друзья скоро эти этот текст выложим я даже я не все это отправлю текст чтобы она выложила как положено то есть ну потому что человек не знает языка чтобы не ошиблась пользуйтесь во благо и пусть эти древние грузинские скоропомощники они древние все вам помогут в жизненных ситуациях всем удачи